Будем помнить, с кем беседуем, если будем представлять, что приносим жертву, и имеем в руках нож, и огонь, и дрова. Если мысленно отвешит дверь и небо, там остановимся, и, взяв духовный нож, вонзим его в жертвенное животное, и пожертвуем Богу трезвенное внимание, и прольем пред Ним слезы. Ибо это есть кровь сей жертвы. Таким закланием должен быть обогрен тот жертвенник. Смотри же, не позволяя ни одному помыслу занимать в это время твою душу, припомни, что и Авраам при своем жертвоприношении не позволил быть ни жене, ни рабу, ни другому кому. Так и ты не оставляй при себе никакой страсти, свойственной рабам, но один взойди на ту гору. Если же какие из недостойных помыслов и будут усиливаться, чтобы взойти с тобой на гору, запрети им, как господин их, и скажи, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся. Бытия, 22 глава, 5 стих. Все, что есть бессловесного и неразумного, и осла, и рабов остав при подошве горы, взойди, взяв с собою только разумное, как Авраам Исаака. Подобно ему устрой жертвенник, отрешившись всего земного и став выше своего естества. Ибо и он, если бы не стал выше своего естества, не решился бы закладь сына. Наконец, ничто да не возмущает тебя в это время, но будь выше самих небес. Горько плачь и стенай. Принеси вместо жертвы исповедание грехов. Ибо сказано, говори ты, чтобы оправдаться. Исайя, 43 глава, 6 стих. Принеси в жертву сокрушенное сердце. Жертвы сии не превращаются в пепел, не исчезают с дымом. Не нужны для них ни дрова, ни огонь. Нужно только сокрушенное сердце. Это дрова, это огонь, который объемлет дрова пламенем и не сожигает их. Ибо кто с пламенным усердием молится, тот горит и не сгорает, но подобно золоту искупаемому огнем делается только чище и светлее. После всего этого, наблюдая то, чтобы не говорить в молитве ничего, то может прогневать твоего Господа. Не приступай к нему с молитвою о погибели врагов. Господу славу вовеки веков. Аминь. Аминь.